Алексей Юрьевич, нас ждем! Новое оборудование демонстрируют без отрыва от работы. В областной онкоцентр приехал министр здравоохранения. Технику закупили в рамках федеральной программы. Аппарат МРТ, его стоимость немного не дотягивает до 40 миллионов рублей. Главной мозг, позвоночник, мышечная полость, суставы, коленные, плечевые. То есть весь спектр возможностей мы уже можем использовать сейчас? До последнего времени таких аппаратов в Саратове было всего два. Речь идет, конечно, о государственных учреждениях. Обследования пациента-диспансера проходили в других больницах. Зато теперь результаты анализов долго ждать не приходится. Да и очередь заметно сократилась. Оборудование очень хорошее, работает хорошо. Сегодня мы запускаем в работу уже анализатор свертывающей системы крови. Надеюсь, что скоро на этой неделе будем делать и исследовать систему гемостаза. УЗИ-аппарат тоже новый. Вера Николаевна – одна из первых пациенток. В клинике она проходит уже третий курс химиотерапии. Встреча с министром стала для женщины неожиданностью. Меня вообще-то все устраивает. А по-честному? И по-честному устраивает меня. И это самое обслуживание очень такие внимательные. Все эти врачи и медсестры имеют наш персонал. И все очень внимательные такие, доброжелательные. Скоро в больнице появятся и новые аппараты для лучевой терапии. Сейчас, чтобы пройти лечение, пациентам приходится ждать как минимум полтора месяца. Слишком долгий срок для раковых больных. Современное оборудование привезут и в диспансеры Энгельса и Вольска. И это поможет в решении самой главной проблемы – своевременной постановки диагноза. К сожалению, подобные услуги становятся все более востребованными. Ежегодно в онкологические диспансеры области поступает около 9 тысяч новых пациентов. Причем диагноз рак зачастую ставят слишком поздно. Около 20% этих пациентов умирают в течение первого года. Екатерина Молчанская, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова